В необычном формате телемоста прошла Международная научно-техническая конференция «Строительство, архитектура и техносферная безопасность». Она посвящена обсуждению современных достижений в области промышленного и гражданского строительства. Труды конференции будут опубликованы в журнале «Major Saints and Engineering» в виде полных статей на английском языке. Дело в том, что труды конференции выходят в сборники научных трудов, и ученые всего мира могут ознакомиться с этими трудами. Также непосредственно общение ученых происходит во время перерывов и в специально отведенное для этого время. Цель конференции – информирование ученых и практиков о перспективных направлениях исследований в области строительства и архитектуры. Тематическими разделами конференции стали промышленное и гражданское строительство, инженерные сети и оборудование, промышленная экология и очистка сточных вод. Так, например, Александр Орлов, заведующий кафедрой строительных материалов и изделий ЮРГУ, рассказал в докладе о влиянии водосточных сооружений в производстве керамического кирпича. Тему доклада «Выбрал» совпадает с одним из моих основных направлений деятельности. Почему тема «Выбрана» актуальна? Она способствует улучшению экологической обстановки. Во-первых, в Челябинской области, а во-вторых, можно ее расширить на всю Россию в том числе. Помимо этого, позволит вовлечь в себя ресурсы, не востребованные на данный момент. В этом году для проведения конференции организованы две площадки – Центр Черноморского побережья России, город Сочи и Южно-Уральский государственный университет. На протяжении всей работы функционирует телемост, и участники имеют возможность общаться друг с другом в режиме онлайн. Для тех, кто не смог присутствовать очно на площадках конференции, предусмотрен дистанционный формат. Я считаю, что данные мероприятия можно, и самое главное, нужно проводить, особенно в таких форматах, на большинстве площадках, в том числе в Сочи и других городах. Эти мероприятия, они развивают науку, они вызывают у студентов желание становиться лучше в плане своей профессии, а также развивают их, и самое главное, создают конкурентоспособные кадры для рынка. Ежегодно в конференции принимают участие около 200 человек из разных уголков мира. Основные участники – Россия, Великобритания и Германия. Ученые и студенты обмениваются исследованиями, ведут диалог дискуссий и делятся своими наработками.